По-скорому мейк на вебинар, на закрытый, для участников получается активного роста. Прямо очень-очень тороплюсь, не знаю, что у меня получится, но мне прям надо быстро-при-быстро. А когда быстро-при-быстро, основа, она все спасает, да, когда нельзя ждать 10 минут, 15 минут. Я вот этим пользуюсь. Артикул 64-68. Первая-то основа под макияж, она очень быстро укладывается на лицо. Вот, я ее нанесла, и второй-то уже тональный кремушка. Кстати, прикольный такой оттеночек. Как вы видите, он мой прямой, да, вот видите, цвет прям хорош, цвет прям мой. Теперь быстренько все себе разношу, да, спонжечком. Быстренько делаю, и все у меня хорошо, и я все успеваю. Мейк я делаю примерно минут за 10. Включила свет, включила свет. Мейк я делаю минут за 10, быстренько-быстренько, чтобы не было проблем. Прям тут у меня мое зеркало. Я в него. И вот вы знаете, голова у меня просто чистая, сухая, и все. И больше мне ничего не нужно. Вот, что мне нравится. Я люблю пользоваться сухим спонжем. Я не знаю почему, но я не люблю влажным. Влажным получается что-то такое более полупрозрачное, а мне нужно немножечко поплотнее. И вот пальчики или сухой спонж, или кисточка, они все-таки делают более такой плотный слой. Провожу я вебинар «Секреты роста Кононовых». Сейчас в нашу структуру, в нашу команду стучится много человек. Бывает, конечно, и по 200, но в основном от 80 до 120. Ну, примерно какой вы... Даже вот 31 числа и то шли регистрации, потому что, может быть, люди посмотрели на других людей и поняли, что, блин, жить можно лучше. И намного-намного, если трудиться и зарабатывать, да, не по найму, а именно чтобы ваш доход зависел от вас. Вот это вот, конечно, очень шикарное такое вот мое наблюдение, да, то, что я вот 10 лет отработала по найму и, ну, грубо говоря, ни на что не заработала. А тут я отработала всего лишь полтора года и купила уже свою первую квартиру. Причем плачу все налоги. Бизнес у меня только белый, только легальный, только официальный. И вот, видите, прыщички пошли у меня. Опять у меня эти дни. Вот, честно сказать, еще очень мне не хватает нарощенных ресниц, потому что, когда они есть, когда они есть, макияж можно вообще не делать. Если честно, мы начинаем выглядеть хорошо и без него. А это очень даже шикарно. Для вебинаров я всегда использую пудру Блёр, потому что она больше всех мне нравится. Я, кстати, кисточки все постирала. У меня такая гора кисточек. Практически все кисти от Фаберлик. Мало что не от Фаберлик. Мне нравятся эти кисточки. Вот, сейчас не знаю, есть ли такая кисть вообще на сайте от Ринаты Литвиновой. Но, так как я их часто мою, мне кажется, что я ими могу пользоваться до того момента, пока они уже не полезут. Кисть не лезет уже более двух лет, поэтому я прям довольна-довольна. Вот. Ну и все, в принципе, да. То есть, что мне нужно. Я сделала. Мейк более-менее готов. Вот. Самое главное, это, конечно же, тон. А потом уже все остальное, да. Главное, тон. Вот. Что я еще люблю, это наша пудрочка, как обычно. Вся облюбанная. Да, наношу немножечко румяночек и чуть-чуть контурирую личико. Хвостик я просто сделаю сегодня, не буду. Ну, каждый раз волосы сжечь, я думаю, некрасиво. А укладывать их феном я особо не умею. Вот. Поэтому завтра у меня еще приедет девушка, которая будет делать макияж с укладкой. Именно с укладкой, чтобы я еще раз провела вебинар. И я хочу эту девушку протестировать для того, чтобы потом на все фотосессии она приходила и красила девчонок с моей командой. Девчонок у нас на фотосессию 10-12 человек. Я думаю, что заработок у нее будет просто великолепный. И ей хорошо. И нам постоянного мастера искать не придется, если нам все понравится. Поэтому я прям очень-очень довольна тем, что я ее все-таки нашла. Потому что хорошие мастера сейчас вообще, честно вам сказать, редко выезжают на дом. Я не знаю, может из-за пандемии, может быть им проще принимать всех у себя на дому. А нам надо, чтобы именно, чтобы мастер выезжала на дом, чтобы мы не портили прически и нигде не таскались. Так как фотосессия будет у меня дома. Вот. Она приехала, она мне сделала. Вот. Приехала, сделала прическу. И уехала. И я, не портя кудри свои, не портя укладку, мейк и так далее, сажусь, провожу вебинары. И делаю фотосессии, да, к примеру. Вот. И мне кажется, что это самый такой классный вариант. Сейчас студий с фотозонами вообще нету. Все кругом заставлено елками. Все в студии заставлены елками. А фотосессия нужна. Вот такая, знаете, обычная, деловая, классная. 2021 год. Вот. И мы с девчонками собираемся у меня дома пофоткаться за компьютером, за ноутбуком. В принципе, да, у нас все есть. Вот. И так далее. Тушь Click & Go меня вообще породила, ребята. Потому что даже с первого нанесения, я думаю, вы уже видите эффект. Какая она классная. Камера, конечно, всего не передает того, что должна передавать. Но я вам честно слово говорю, тушь вообще крутая. Она моделирует. Мои ресницы. Она не склеивает. И вы можете просто умею их красить. Вот. В принципе, все мне нравится. Посмотрите-ка, что я наляпала опять. Честно сказать, абсолютно за год разучилась красить реснички. Вот. Вот. Поэтому мне немножко сложно сидеть их выкрашивать. Если раньше на макияж у меня уходило, например, 5 минут, то сейчас уходит там 10-15. И это все из-за ресниц. Вот так-то вот. Я их люблю так вот подкручивать. Вот. И сейчас еще чуть-чуть тенюшек нанесу, и хватит. Потому что у нас внутренняя директорская встреча. Вот. Поэтому много не нужно макияжа. Слава Богу, девчонки уже все свои. Годами друг с другом общаемся. Структура уже крепкая, надежная. Хотя в самом начале у каждой из нас, даже у меня, были сомнения. И мы думали, хотим мы этим заниматься, не хотим. Но вы знаете, свободный график. И все вот эти вот тусники, да, наши, они так затягивают, что потом обычная работа кажется скучной, малооплачиваемой и так далее. Вот. Поэтому я прям очень рада, что я вообще выбрала именно для солнечного компанию Фаберлик, так как тут самый, можно сказать, широкий ассортимент. А это очень, я считаю, важным при выборе компании, чтобы был именно широкий ассортимент. Так. Да. Такая у меня тоже. Такая у меня руки-крюки. Да. Вот. Моик получится не 10 минут, а 12, 100%. Ну, посмотрим потом в итоге. Да. Еще хочу чуть-чуть нанести теней. Самую чуточку, самую малость. Виктория там выступает. У нее пошел бзик на шоколадке. А вот, потому что в Новый год ей надарили много подарков, она знает, где они лежат, а мы ей в таком количестве сладкое стараемся не давать. И она у нас действительно очень недовольна. Значит, это у нас артикул 54-66, палеточка такая вот, да. 54-66, я ей вот тут вот немножечко выбелю, сделаю что-то типа подложечки, чтобы потом нанести тени потемнее. Мне нравится. Мне нравится это все время делать. И еще оно как будто бы закрепляет вот этот вот консилер или тоналочку, что вы там наносите, да, под глаза. Тоже здорово закрепляет. Я с этого кайфую. Так. Кисточка, кисточка вот такой большой широкой кистью, прям здоровой. Я набираю вот этот вот такой оттенок, который, видите, практически его не видно, да, на камеру. Он кажется очень светлый, но он меня очень сильно теняет и создает такой вот небольшой, да. То есть и не режит, ну на камеру, наверное, режит немножко, да. Но на самом деле макияж такой получается натуральный, знаете, такой классный. Вот еще тут немножко. Вот и все. Макик готов. Я довольна. Сейчас еще реснички подправлю. И все. Можно идти на вебинар. Ну, тень, да, свет вот так светит, тень падает, поэтому кажется, что тут больше. А на самом деле у меня еще одинаково. Да, видите, тоже какая классная. Ресницы хорошо удлиняют. Мне нравится вот этот вот эффект. Я довольна. Вот. Кстати, поздравляю вас с Новым годом. Меня столько много поздравляли, что я уже забываю поздравлять других, потому что от поздравлений устала, если честно. Потому что все друг друга поздравляют с Новым годом, с новыми возможностями. Я хочу вам сказать одно, да, мне кажется, что это прям даже обязательно понимать, то, что очень часто бывает такое, что людям просто не хватает честности, открытости и трудолюбия. Вот я вам пожелаю именно этого, потому что это самое важное в нашей жизни – честность, открытость и трудолюбие. Потому что у трудолюбивых сбываются все мечты. К открытым приходит масса полезной информации, которую они готовы изучить. И, конечно же, к честным люди тянутся, потому что честность, она всегда актуальна, она всегда востребована. Я думаю, вы это понимаете, и самое главное качество в человеке – все-таки это быть честным, открытым и трудолюбивым. И тогда все получится. И море будет по колено, и горы будут по плечо. Блеска не хватало. Блеск 40-596. Ну и все. Обижала я проводить вебинар «Секреты роста». Надеюсь, что кто-то тоже из моей команды откроет статус партнер. Хотя у нас скоро девчонка уже открывает статус выше мой старший партнер. Да, это наша команда, но растет абсолютно самостоятельно. Мы с ней практически не общаемся. У нее своя система роста, у нас своя. Вот, и я счастлива. Я безумно счастлива, когда люди у меня в команде, правда, очень-очень в глубине, вырастают до таких пределов, что выше только звезды. Да, сейчас, конечно же, я очень стараюсь замотивировать свою команду на поездку в Португалию, но не все верят, что они могут просто бесплатно поехать. Вот, и я недавно в чате девчонкам говорю, с кисточками упала, да, штучка моя. Девчонкам говорю, девчонки, а поехали эти все в Дубай? И они в таком стопле, Аня, какой Дубай? Я говорю, ну а что, засиделись дома, Дубай открытый, поехали. А у них даже в голове этого нет, что можно путешествовать, да. Кто-то сказал, я не могу, у меня работа, да. И вы понимаете, человек не может, потому что у него работа. А у меня такая работа, что я могу колесить по всему миру, лишь бы денег хватало, лишь бы успеть заработать на все, на это, понимаете. Это, конечно, счастье, когда ты свободен, при свободном графике. Мы хотим в этот раз вдвоем с Антохой съездить, отдохнуть, потому что вдвоем, вот чисто вдвоем, мы никуда еще ни разу не ездили вот так вот, чтобы провести время вдвоем. Поэтому нам прям хочется такой вот на 10 лет, да, у нас было 10 лет в прошлом году, и нам бы хотелось эти 10 лет наконец-то отметить и сделать себе что-нибудь такое вот приятное, незабываемое, типа, может быть, свадебного путешествия, которого у нас не было. Потому что когда мы расписывались с ним, я уже была на восьмом месяце беременности, вот, у нас не было ни колец, у нас не было ни свадьбы, ни путешествия, ни платья, у нас ничего не было. И сейчас так хочется что-то вот сделать для себя такое классное, хотя бы один раз за 10 лет. Слава Богу, начали появляться возможности. Дом построили, дерево посадили, осталось путешествовать по всему миру. Ну, все, пока-пока, побежала я проводить вебинар. Пусть мои директора растут, становятся драгоценными, элитными и выше, выше, выше.